В субботу вечером жесткому и дерзкому ограблению подгрегла семья предпринимателей средней руки в 39-й квартире 43-го дома на улице Камчатской в Екатеринбурге. Двое бандитов, не скрывая своих физиономий, были они без масок, отходили резиновыми дубинками Андрея Нифонтова и его жену и унесли. Все, как говорится, нажитое непосильным трудом. Музыкальный центр, золото, 850 долларов США и 11 тысяч рублями. Проникли разбойники в квартиру благодаря старой банальной уловке. На вопрос хозяев, кто там, ответили, что пришли к дочке бизнесменов Юли. Хитрость удалась. И все-таки можно сказать, что Нифонтовы легко отделались. Удары дубинками, которые злодеи сначала прятали под куртками, серьезно хозяев не повредили. Правда, вот похищенные деньги и вещи были практически последними ценностями мелких бизнесменов. И во многом грабителям помогла именно хозяйская доброта и наивность. Версии относительно авторов и исполнителей этого грабежа сейчас превеликое множество. Очевидно, что действовали двое с дубинками по наводке. Причем, возможно, были уверены, что хозяин не захочет предавать это дело широкой огласке. Иначе почему они позволили себе врываться в квартиру без масок? Возможно, что Нифонтов задолжал кому-либо из своих компаньонов деньги, за что и подвергся нападению. Но сам бизнесмен факт крупных долгов категорически отрицает.